У нас существует действительно уже целый слой людей, которые мыслят в логике, что Рашка это говняшка. И вот недавно, кстати, в этой же логике рассуждали дочки каких-то олигархов, которые в МГИМО учатся, они там написали что-то, что типа везде лучше, чем в Рашке. Ну такие люди есть, они были всегда, о них писал еще Крылов, что они там хотят все западное, а сало русское едят. Да, многие говорят о том, что надо тут или Майдан делать, или мигрировать, но это все люди, которые только себе кажутся очень умными, продвинутыми. А если на них посмотреть со стороны, то, как правило, это доклассированные элементы, которые просто ничего себе не представляют, которые считают, что они там, например, освоили какую-нибудь специальность, какую-нибудь такую вот узкоспецифическую научную область, которая вообще никому не нужна, которая там является просто фундаментальной, интересной. Да, но они почему-то считают, что из-за того, что они ее изучают, государство должно их там содержать на уровне миллионеров, где с какой стати, простите. Если вы хотите внести вклад в науку и заработать деньги, добивайтесь получения Нобелевской премии, да. А если вы хотите и наукой заниматься, и иметь доходы, как там, скажем, люди, которые занимаются чем-то менее интересным, но зато более нужным обществом здесь и сейчас, то тогда вы просто или не умные, или аморальные люди. Вот. То, что сегодня многие все равно уезжают, это правда, да. То, что для ученых, наверное, все-таки лучше созданы условия там Соединенных Штатов, чем у нас, это правда. Но почему? Не потому, что у нас там варвары одни во власти, и нами правят кровавая гобня, а потому что Америка себя ведет как престарелая такая тетенька, которая секса хочет, но она понимает, что за бесплатностью уже никто не пойдет. И поэтому вот она всячески там подмазывает молодых этих мускулистых ребят, танцующих в стрип-клубе, чтобы только они вот обратили внимание. Население Америки, оно находится за гранью дебильности, да. То есть там люди, если вот судить по тем людям, которые на форумах общаются, американские, но это просто дебилы в основном в СМСе. Они считают, что там Монголия является частью России. Они не знают, что Тибет является частью Китая. Ну и прочий бред у них в голове вот этот. Поэтому своих ученых в Америке очень мало. Им ничего просто другого не остается. Они покупают людей, которые готовы предать свою родину, куда-то уехать. То же самое, кстати, сейчас делают и китайцы. Но китайцы тут все-таки два подхода. Они и своих посылают учиться, и чужих покупают. Но у нас в России умных людей все равно много. То есть, да, у нас и утечка мозгов, конечно, большая, но очень многие остаются здесь. То есть население не глупеет у нас. Поэтому бояться того, что кто-то уехал, конечно, не стоит. И российская наука, она по-прежнему в мире котируется. И учитывая, через какие испытания наша наука прошла в те же самые 90-е годы, это показывает, что запас прочности у интеллектуальной культуры русского народа еще очень-очень большой. Продолжение следует...